Мало кто знает, что ценность литературы можно измерять квадратными метрами. Вот, например, особняк Международного сообщества Писательских Союзов. Если всё продать, это ж какой весомый вклад в литературу получится. Вот и получатели вклада уже нашлись. Первый заместитель председателя исполкома Писательских Союзов Арсений Лорионов. Лорионов узурпировал власть, и он стал самовольно увольнять, переставлять адрес, заниматься финансовыми вопросами. И даже дошёл до того, что не пускать в дом, где является водителем Михалов самого Михалова. Благодаря своему таланту господин Лорионов так наследил в литературе, что теперь в этом здании всё меньше пишут, всё чаще подписывают. Я на стороне русского поэта и презираю всякого мерзавца, который лезет в русское слово и мешает мне жить и творить. Понятно, что это безобразие. Такое поведение – это безобразие. Тут другой оценки быть не может. Почти три года Фитиль следит за этими совсем нелитературными перипетиями вокруг комплекса зданий в центре Москвы. На каждый суд был пересуд. Два с половиной года с перерывами на месяц, на два. Вот считайте, сколько было судебных заседаний. Но наконец-то всё благополучно окончилось. На днях Федеральный арбитражный суд дал рецензию на многолетнее творчество господина Лорионова. Сделки по продаже писательского имущества признаны недействительными. Сергей Владимирович может снова спокойно ходить на работу. Кроме этого выяснилось, Лорионов не только мало кому известный литератор, но и торговец так себе. В договорах купли-продажи и третье строение, и все оставшиеся шесть продавались по одной и той же цене – 4 миллиона рублей. То есть это как минимум в семь раз меньше рыночной стоимости на момент сделки. Да, Арсений Лорионов продавал дёшево дорогие здания, но продавал много раз. Вот этот корпус, например, был продан три раза разным организациям. Федеральный арбитражный суд уже сказал своё слово и вынес решение, в соответствии с которым ранее незаконно отчужденное имущество будет возвращено в собственность международного сообщества писательских союзов, который возглавляется Сергеем Владимировичем Михалковым. Счётная палата России дальше будет внимательно следить за этой ситуацией, потому что закон должен соблюдаться всеми. Не исключено, что прокуратура и следственные органы, детально изучив творческий путь товарища Арсения, предложат ему гастроли за казённый счёт. Кстати, такой финал председатель международного сообщества писательских союзов Сергей Михалков предрекал с самого начала этой истории. «Стояла лестница одна журстиной, хотя ступени все между собой равны, но верхняя ступень перед нижней гордилась. Шёл мимо человек, на лестницу вернул, схватил его, перевернул, и верхняя ступень внизу уши чичитилась. Смотри, чтобы с собой такое не случилось». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова